здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на теле шоу вкусно жить с ее ведущим сергеем адлером мы все конечно узнали блондинку это никто иная как наташа абрамова сегодня у нас в гостях елена елена мой самый любимый доктор она косметолог но я уверена что это не основная специализация есть что-то еще насколько я помню там много регалий лена раскроешь секреты кто-то еще я дерматовенеролог и конечно лазеролог который занимается удалением новообразований на коже с чем ты сегодня к нам пришла и чем ты нас будешь угощать я насколько знаю что ты из белоруссии возможно у нас что-то будет национально я хочу приготовить национальное белорусское блюдо это драники и будем кушать вкусную брускетту по-белорусски брускет и по-белорусски это какой-то да обязательно дорогие друзья я вам раскрою секрет сегодня будет это для меня челлендж потому что драники это единственное блюдо из картофеля которое я не люблю и естественно никогда не готовила даже бабушка моя не могла меня заставить я очень надеюсь так как елена мастер по красоте ты сможешь меня убедить удивить и научить их готовить да и прежде чем мы начнем наш трудоемкий процесс обратите внимание впервые на передаче вкусно жить мы все наташа перчатках у нас все стерильно лен скажи пожалуйста дома ты тоже ну конечно не все но кое-что например селедку разделываю перчатка но вообще это тоже такой лайфхак да потому что лук селедка все что пахнет вообще рыба на это действительно мастхэв нужно профессия иногда обязывает нас что приступим до приступим лен скажи пожалуйста ты когда училась на минфаке почему ты решила стать вене ромки от и стала до вене роман вопрос конечно интересный на все вопросы интересные будут нейрология мне как-то понравилось третьего курса у нас его преподавала очень им такой интересный преподаватель вот который привил мне любовь кожи до кожи к дерматовенерология и поэтому как-то сомнений не было картошку трем на крупных дамят на место тоже и уже надо быстрее нам дотирать потому что на шага то он с наташей может почернеть все ждем лук повторить тогда нужно все делать очень быстро чтобы не допустить вот этой реакции крахмала даю уже тут уже очень все хорошо все красиво да мы добавляем с натальей сюда картошку я могу дотереть картошку если нужно но можно дотереть что лена скажи пожалуйста вот а вот все-таки вот сейчас это просто такая коллективная женская программа до борьба со старением и со старением начинает бороться уже девочки там чуть ли не с 20 лет вот скажи пожалуйста вот именно уколы вот все что связано с инъекциями с какого возраста рекомендовано все-таки правильно начинать если у молоденькой девочки шестнадцати лет появляется надбровная морщина да какая-нибудь все шори и форди да оттого что она же потом с возрастом будет усугубляться поэтому ничего здесь страшного если ты 18 лет не разгладишь эту морщину и потом она в 35 и и не получено почему морщина появляется в 16 лет это вот физиология да скорее всего это физиологическая работа мышц то есть это плохо да меня так хмурится кто-то и эту морщину муж убрать но мы как косметологи смотрим да для эстетики правильно мы же как косметологи смотрим в будущее до чтобы в 35 и в 40 лет она была красивая и чтобы морщина у нее не было усугублялась раздавал ранее я сказал от этих слов что даже выронил картошку ну вот например я понимаю что у сергея вот эти вот бороздки можно убрать да он тоже очень много волновался в школе но иногда вот такие нежные тонкие бороздки на нежные придают они придают изюминку мужчине и я думаю не надо убирать то есть у меня нежные? да нежные пока не надо. Наташа съела у меня нежные бороздки. Съела я драники а у меня бороздок нет у тебя бороздок нет потому что у тебя есть любимые врачи правильно? да конечно ну вот сейчас сергей выдал все мои секреты на самом деле следить за собой это правильно конечно не надо этого стесняться у нас очень многие женщины это скрывают я считаю что это плюс когда ты следишь за собой можно я тут тоже у меня небольшой вклад но вдруг он вам пригодится Наталья очень прошу включить можно я сняла уже перчатки уже процесс у нас уже закончился слушай Лен а мне так понравилось что я даже я еще чуть-чуть бы поработал хорошо да сюда мы теперь в эту прекрасную нашу картофельную массу добавляем столовую ложку сметаны для чего это делается? это делается для того чтобы они были сочные Лена а это твой рецепт или это прямо вот мы готовим по чисто белорусский. этот рецепт можно прямо записать ка? конечно конечно а вот сейчас самый интересный момент потому что ты хотел как то яйцо разбить по особенному по белорусски я не умею по белорусски я боюсь ты вот расскажи как это?由на давать разбить значит отдельно? нет я вот не умею так я можно вот по как сказать пару как могу да как могу и теперь надо вилочка его сбить потому что целиковое яйцо лучше сюда не если вы дадите я готова да сделать мы вот дадим такой маленький красивый венчик сгодится да да то есть когда нет вилки сгодится венчик но обычно все наоборот происходит так сюда мы добавляем соль а перец ты не любишь поэтому обычно еще перец кладут ты не любишь но можно я сегодня готовлю так как я не то что не любит косметолог этим друзьям косметолога и клиентам не видать и столовую ложку муки так а я должен приниматься за авокадо да мишда лена пока сергей разделывается с авокадо вот расскажи ну косметологии пока еще не все могут себе позволить крема от морщин все-таки действует или нет или это миф или помогает что конечно это миф можно я все своем правильно я хочу похвастаться своим успехом я вколол туда нож в этот орех и оказывается в авокадо то у нас ого какой сразу чуть-чуть повертел по часовой стрелке против часовой и все он здесь уже нам остается надеяться что нашим телезрителям также повезет с авокадо слушай а суточная норма авокадо если все-таки кто-то решит поправиться вот именно этим способом половинка 150 200 граммового авокадо то есть где-то 75 100 граммов ну желательно до утром съедать натощак да не надо натощак на бутерброд на можно даже так как мы сегодня здесь ищем какие-то секреты красоты да они просто так у меня все нагрелось да мы тогда начинаем жарить драники до лент и наташ посмотрите что произойдет мне просто так а что ты будешь делать если она так не произойдет как в прошлый раз и тогда я заплачу вот тогда вот смотрите сейчас делал момент еще опа опаньки вот и здесь у меня тоже видите какая лодочка получилось вычистился полностью вот пусть это меня хвалит то есть это я сам себя хвалю себя надо хвалить наташ я очень аккуратно действовал с авокадо как косметолог ну конечно не как профессиональный косметолог но тем не менее поэтому теперь передаю тебе чтобы ты с ним что сделала я буду взбивать насколько я знаю это блендерить чтобы делать вот эту пасту для из альянско-белорусских брускет и добавить еще творожный сыр творожный сыр мы берем классический да лен а чего он дает для вкуса мы могли жить просто авокадо с блендером перемешать во первых сразу скажу здесь включается красота потому что все омега-3 омега-6 до их лучше кушать с чем-то жирненьким лена брускетта я смотрю что для меня брускетта это итальянский хлеб мы используем наш карельский карельский батон есть какая-то у тебя статистика по болезням это то есть я хочу понять и вот эти самые болезни которые от любви это какая-то такая сезонная вещь или не важно там зима весна лето марта если так смотреть то конечно когда у нас какие-то праздники например новогодние майские всегда идет подъем заболеваем после обычно лето тоже идет подъем осенью идет подъем заболеваем это как простуда да наверное сезонность ну что дорогие друзья как мы выяснили в процессе настоящая женщина должна пахнуть драниками и у меня уже они на подходе я научилась это делать очень ловко все очень просто тебе они обязательно понравится во первых потому что ты уже пахнешь как драник а во во-вторых наверно те драники которые ты ела ты же не сама их готовила нет вот а теперь свой труд он всегда оценивается лучше я под чутким руководством лены быстро пожарил булку которую мы называем брускеттой и сейчас я буду натирать на эту брускетту нашу белорусскую чеснок секундочку ведь наташа еще сделаю очень вкусный соус да скажи я сделала то без чего ваша брускетта не будет вкусной я взбила сыр и авокадо я бы хотел еще обсудить вот эту тему новообразований потому что ты специалист еще по удалению этих новообразований сейчас я так понимаю что вот как раз с этим мы активно боремся да ну да потому что новообразование все они несут себе разную информацию вот и самое страшное это конечно не пропустить какого-то такого злокачественного новообразования а скажи пожалуйста вот солярий или все-таки можно сейчас уже конечно это доказано вредно вредно очень вредно и поэтому я всегда всем своим пациентам говорю что лучше не загорать на активном солнце то есть солнце и солярий солярий так забить что же все солярии правильно но хотелось бы остается что теперь лена сделать остается нам украсить и я попрошу вас немножко поделиться со мной помидорками черепа и расскажи нам с наташей про вот эту зелень почему она микро они такая да это вот сейчас уже такой писк это очень полезно везде надо добавлять микро зелень именно микро зелень почему потому что она содержит различные микроэлементы и витамины то есть если я хочу поправить свое здоровье очень быстро да за два-три дня я буквально могу засеять эту микро зелень и не ждать вот этот вот укроп когда взойдет до войны конечно но то есть такая мечта чем выше зелень как я тем там больше всяких микроэлементов полезных высоко не всегда хорошо наташа мне кажется знаешь что будет интересно узнать и мне тебе у лены но все-таки если я решу с возрастом у меня возраст уже ого какой пользоваться услугами косметолога как выбрать правильного косметолога или клинику можете набрать фамилию врача там будут его образование дипломы стаж и также отзывы то есть сейчас вот этим тоже активно можно пользоваться как при покупке чего-нибудь на маркетплейсе можно выбрать себе врача по отзывам даже канал там интернет да сайт есть про врачей про врачей я до этого все время готовил в перчатках теперь я снимаю себя защиту потому что буду дегустировать то что мы мы наготовили сегодня вкусно я сделаю менее эффектно сочно ну да самое главное что не сочные ну как кажется не зашло нет подождите еще вкус вы будете смеяться по мне так это как пельмени на вкус но это неплохо то есть такое я есть уже могу да а вот попробуйте пир брускетту наверно тоже будет на вкус как пельмени ну хорошо сейчас попробуем сейчас я буду мысленно перемещаться в италию через белоруссию за это же надо есть такой вариант мы все ждем ура это не пельмени это не драники и не драники и самое интересное что не драники но это очень вкусно то есть вот такое как раз я себя уже представила где-нибудь там на сицилии но не с мафиозе хотя как знаете как знать да да паста действительно очень очень вкусная и такое сочетание чеснок придает пикантный пикантность ну вот настал момент прощанием нам было очень вкусно мы желаем вам с еленой чтобы вы были всегда счастливы и красивы и довольны собой я всем желаю здоровья и красоты а я даже уже готов начать за собой немножко ухаживать всем вкусно жить а